Медицинский скандал с поступлением в резидентуру набирает новые обороты. Министр здравоохранения Ельжан Бертанов ответил на требования студентов оставить свой пост. Скандал, напомню, разгорелся после того, как будущие медики пожаловались, что их лишают возможности поступить в резидентуру на платной основе и якобы требуют отработать грант в сельских больницах. Так вот, Ельжан Бертанов лично прибыл в Алматы, чтобы разъяснить, чем продиктовано такого решения. Все подробности у Рамины Мирзалимовой. Если уйдет Бертанов, я буду врачом. Бертанов в лице, дневный карьер был от жалоба. Если уйдет Бертанов, я буду спасать людей. Вот так свой гнев студенты-медики обрушили на главу Минздрава Ельжана Бертанова. Чашу терпения 40 учащихся переполнило отчисление из медицинской резидентуры из-за нежелания ехать в аулы, отрабатывать гранты. Чтобы охладить пыл молодых людей, министру пришлось прилететь в Алматы и лично объяснить нормы закона, где четко прописано, что обладатели грантов должны поработать в селах три года. Однако выпускники медвузов уверяют, что не знали об этом и теперь требуют дать возможность доучиться по клиническим специальностям. Если я отработаю три года, мне уже будет за 30 лет. Если после этого неизвестно, у меня будет желание продолжать обучение в узкой специальности или я просто уйду с медицины. Я не против отрабатывать селон, но просто этого не было в договоре. Если было бы договор, я пошел бы спокойно, без проблем. Чувство отчаянности, не понимаешь, куда сейчас себя деть и что делать. Мы не говорим, что мы хотим не отрабатывать, не хотим дальше лечить людей, что-то еще. Мы не говорим, что мы лентяи. Нет, мы просто хотим, мы имеем право на учение. С одной стороны, вузы нас отчислить не могут, так как нет у них оснований, но с другой стороны, на них давят сверху о том, что нас обязательно должны насильно отчислить. Поэтому нас как бы лбами с ними тоже сталкивают. Мы хотим, чтобы нам дали доучиться спокойно, чтобы нас уже не дергали. То есть мы постоянно вот это вот бегаем, и все основывается на каких-то устных высказываниях. Главный врач страны решил лично встретиться с авторами нашумевшего ролика и срочно прибыл в Алматы. Выслушав требования выпускников, Ельжан Бертанов сразу дал понять, в отдаленные села молодым специалистам поехать придется, так как это вовсе не прихоть, а требование закона. Я как министр здравоохранения, о ставке которого вы требуете, я в первую очередь должен думать о чем? Я должен думать о том, об охране прав граждан на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В законе написано, что вы обязаны по распределению, по решению государства три года. Да? Мы вот такой механизм определили. Вы должны государству. И будьте готовы за это отвечать. Вот и все. Впрочем, сами выпускники говорят, что им якобы разрешили доучиться в резидентуре, но деньги за грант, возможно, придется вернуть государству. Отголоски этой прогремевшей на всю страну истории явно утехнут еще не скоро. Протестующим студентам вроде бы разрешили доучиться на платной резидентуре. Но вот обяжут ли молодых людей вернуть государству миллионные средства на выделенные гранты? Вопрос открытый. Но вопрос принудительной поездки специалистов в аулы для отработки за бесплатное обучение. Точно закрытый.